МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комфорт для студентов. В Чувашском государственном университете отремонтировали общежитие. С праздником, город-спутник. Новочебоксарск отметил День города. Кино-шедевры под открытым небом. В Чувашии прошла ночь кино. 24 миллиона рублей дополнительно получат социальные учреждения Чувашии по распоряжению Владимира Путина. Средства пойдут на ремонт здания городской детской больницы номер 2 в Чебоксарах издания Центра образования и комплексного сопровождения детей в Канаше. Этот и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании главы Республики и правительства Чувашии. На 1 август задолженность по вылопоте заработной платы составляет 39 миллионов рублей перед работниками семьи организаций республики. Такие данные приводит Минтруда Чувашии. Уже прибавилось 3 организации на сумму около 23 миллионов рублей и выбыли 2 организации на сумму 10 миллионов рублей. Основное повышение суммы задолженности по зарплате произошло за счет появления в задолженности за опром трактора вагона это 20 миллионов рублей и Чувашский бройлер 2 миллиона 600 тысяч рублей перед 271 работником. Что составило 58 процентов от общего объема задолженности. Глава Республики поручил держать под постоянным контролем ситуацию вокруг Чувашского бройлера, где более 500 человек могут оказаться на улице. Кроме того, выяснилось, что руководство предприятия предпринимало целенаправленные действия для его банкротства. Четверяков, являясь депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», выводил под своими контрольными предприятиями денежные средства и в последующем они похищались, присваивались. Вот именно деятельность этих учредителей привела к сегодняшнему состоянию предприятия. Глава Чувашии попросил регулярно информировать сотрудников Чувашского бройлера, чтобы люди знали, без поддержки они не останутся. Конечно, надо найти инвестора, чтобы фабрику выкупили, используя те инструменты, которые есть. Сергей Геннадьевич, и надо восстанавливать производство. Работники временно будут стоять, мы все пособия им выплатим. Это, во-первых. Во-вторых, после того, как восстановится все производство, люди вернутся на свои рабочие места. Другого варианта там нет. Всего же в первом полугодии в результате мер, принятых Минтруда совместно с прокуратурой, погашена задолженность в размере более 160 миллионов рублей. Привлечены к административной ответственности более тысячи должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму 21 миллион рублей. Об итогах купального сезона доложил председатель Госкомитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. За сезон на водных объектах Чувашской Республики зарегистрировано 61 происшествие. Утонули 48 человек, в том числе 10 детей. Спасены 18 человек. Основными причинами гибели на воде стали купания в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения. Дети погибли, потому что купались без присмотра взрослых. На совещании рассмотрели и предварительные итоги лицензионного контроля управляющих компаний. Подробнее об этом в ближайшем выпуске информационной программы «Республика». На совещании обсудили и вопрос о возмещении жителям Республики материального ущерба, причиненного африканской чумой свиней. Главный ветеринарный инспектор Чувашей доложил, что в Минфин Чувашей направлены 524 заявления жителей Порецкого района на выплату компенсации на общую сумму 18 миллионов рублей. Учитывая выплаты для жителей Алатарского района, прогнозная сумма составит 23 миллиона. Михаил Игнатьев подчеркнул, что компенсационные выплаты должны поступить пострадавшим селянам как можно скорее. 1 сентября студенты Чувашского государственного университета справят новоселье в капитально отремонтированном общежитии. Какие условия создали для проживания молодых людей, сегодня проверил и глава Чувашей Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. После капитального ремонта комнаты не узнать, говорят студенты. В жилом корпусе заменили двери, оконные блоки и мебель. Многим удалось оценить качество проведенных работ уже до начала учебного года. Сейчас просто условия стали гораздо лучше. Там пластиковые окна появились, новые кровати. Там ты не смотришь, там, ой, матрас исписан, все новое. Мне очень нравится, санузлы стали лучше. Студент не только учится, он и активной жизнью занимается, активными видами спорта занимается. Задача вуза нашего университета обеспечивать как раз теми благами, которыми должен владать наш студент. И это он смог заниматься и спортом, заниматься и культурой, культурные мероприятия проводить. На ремонт общежития номер 7 из бюджета было выделено более 30 миллионов рублей. Большую часть суммы направили на модернизацию коммуникаций. С современным требованиям они не отвечали. Заменили канализационную систему, электропроводку и светильники. Вместо обычных ламп установили энергосберегающие. Ректор отмечает, что удалось сэкономить на закупке мебели. Новые кровати, тумбочки и даже шкафы изготовили в мастерской университета. В своем солярном цехе изготавливали мебель сами. И нам обходится шкаф 3 тысячи, тумбочка, рублей 600-700. Это, конечно, ремонт, скажем, может быть не евро. Здесь пол, обои поменяли, покрасили полностью. Осматривая комнаты после капитального ремонта, глава региона вспомнил и о своем студенческом быте. Раньше о таких условиях не приходилось и мечтать, заметил Михаил Игнатьев. Мы жили в разных условиях, и все мы видели. А здесь условия очень хорошие. Все те предложения, все те просьбы, которые есть от Чувашской республики, Чувашского государственного университета, они всегда находят отклик. И я уверен в том, что десятки, сотни миллионов рублей мы привлечем с федерального бюджета, для того, чтобы капитально отремонтировать и другие общежития, чтобы наши студенты жили в комфортных условиях. Сейчас в общежитии продолжается ремонт левого крыла. Работы планируют завершить в начале октября. Дальше будет работа продолжена, и в реконструкции к реконструкции будет подвержено третье общежитие университета, которое в 60-е годы в постройке. Давно напрашивается капитальный ремонт. Вот сегодня мы активно работаем в Семенном оборудовании России. Для студентов создают и условия для учебы. Сейчас привлекаем федеральные средства, 100 миллионов рублей. Создается инженерный центр прекрасный. До этого участвовали в конкурсе и привлекли средства для создания Центра инновационного творчества молодежи. Мы комплексно рассматриваем, чтобы жили в комфортных условиях, получили хорошие знания, проходили производственную практику. Студенты имели соответствующие навыки, а потом могли трудоустроиться без большой суеты и могли зарабатывать для себя на жизнь. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. Заплати налоги и спи спокойно. Скажи нет зарплате в конверте. Наглядная агитация волей-неволей заставляет задуматься о своей налоговой истории. За 7 месяцев текущего года темп роста налоговых поступлений существенно увеличился. Несмотря на это, в республике еще остаются неплательщики налогов. Михаил Игнатьев встретился с руководителем Федеральной налоговой службы Почуваши, чтобы прояснить ситуацию. Руководитель налоговой службы отметила рост собираемости налогов в бюджете всех уровней. Темп роста у нас составил 14,2 миллиарда рублей. Это на 1,318 миллионов рублей больше от аналогичного периода прошлого года. Темп роста у нас порядка 10% идет. Если мы говорим чисто про республиканский бюджет, здесь поступление в данный вид бюджета составил 12,2 миллиарда рублей. Это на 1,340 миллионов рублей больше от аналогичного периода прошлого года. Марина Петрова отметила, что совместная с органами власти работа с неплательщиками приносит хорошие результаты. В частности, от предприятий, руководителей которых вызывали на совещание правительства, в этом году в казну же поступило свыше 50 миллионов рублей. Но добросовестных плательщиков все-таки больше. Есть предприятия, на самом деле, которые из года в год лучше работают, все налоги во все уровни бюджета отчисляют. Хочется только выразить слава благодарности таким налогоподельщикам, потому что они, как патриоты своей любимой России, отчисляют и федеральные налоги, и оригинальные налоги, и местные налоги. Они даже не думают, как бы использовать или попытаться использовать какие-то серые схемы. Глава Чувашия выразил готовность к дальнейшей совместной деятельности с управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской республике по мобилизации доходных источников. Пойманы с поличным. В июне прошлого года на взяточничестве поймали одной из сотрудниц Министерства экономического развития Чувашии. Целый год понадобился сотрудникам следственного отдела для выяснения обстоятельств произошедшего. И теперь суд вынес приговор. Ленинский районов судом города Чебоксара вынесен приговор бывшей сотрудницей Министерства экономического развития промышленности и торговли Чувашской республики 40-летней Натальей Губиной, занимавшей в ведомстве должность заведующей сектором регулирования алкогольного рынка и лицензирования, а также директору одной из местных коммерческих организаций 35-летнему Олегу Корягину. С августа 2014 по июнь прошлого года в столице республики Губина при содействии Корягина получала взятки от руководителей и учредителей четырех коммерческих организаций в размере от 80 до 200 тысяч рублей, а всего на общую сумму 480 тысяч рублей за положительное решение вопроса о предоставлении этим фирмам лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Действия обвиняемых были пресечены в июне 2015 года при попытке получения незаконного денежного вознаграждения от учредителя одной из фирм. Губиной назначено наказание в виде 7 лет одного месяца лишения совпода с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ей назначен штраф в размере 4 миллионов рублей. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 3 года. Кариагину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. В поселке Кугесе Чебоксарского района столкнулись маршрутка и иномарка. Травмы получили 9 человек. По предварительным данным, 34-летний водитель маршрутного автобуса, следовавшего из Цивильского Чебоксара, не соблюдал дистанцию и столкнулся с впереди идущим Hyundai Santa Fe. В результате аварии 7 пассажиров микроавтобуса и 2 пассажира иномарки получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Всего в Чувашии в январе-июле этого года произошло более 750 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 88 человек и более 980 получили травмы различной степени тяжести. Лицами, управлявшими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, совершено 116 ДТП. В Чебоксарах сожгли соломиную скульптуру «Девушка на луне», которая встречала машины на кольце по Канажскому шоссе при въезде в город. 400 килограмм сена высотой 4 метра – так выглядела скульптура героини из чувашского фольклора. Год назад Пенислу установили на южном въезде в столицу Чувашии. Буквально недавно у главной героини сказки «Девушка на луне» появилась компания соломенных героев. Ведьма, которая по мотивам национального эпоса портила жизнь Пенислу на земле. И возлюбленной девушке Азан. Две недели понадобилась автору работы скульптура Андрею Молокову, чтобы дополнить композицию. Скульптура была обработана огнебиозащитой от случайного поджога. По некоторым данным, «Девушка на луне» могла загореться от упавших проводов линии электропередач. МЧС и МВД Чувашии от комментариев отказались. Новочебоксарск отметил 56-ю годовщину со дня основания. Праздник оказался насыщенным на события. В день города заложили камень в дальнейшее благоустройство набережной и открыли новые объекты. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Своих героев горожане теперь будут знать в лицо. Ко дню рождения Новочебоксарска приурочили открытие доски почета. На ней фотографии лучших медиков муниципалитета. Врачи, фельдшеры, санитархи – всего 28 человек. За плечами каждого из них богатый опыт работы и десятки спасенных жизней. В Новочебоксарске детская больница работаю с 1986 года. Нынче у меня был своеобразный юбилей. 30 лет, пошел 31-й. Работу не бросаю, здоровье и все свои навыки хочу применить людям, дать людям знания. За последние годы на модернизацию медицины городу-спутнику было выделено сотни миллионов рублей. На днях после капитального ремонта была открыта женская консультация и поликлиника. Палаты операционные теперь оснащены современным оборудованием. О таких переменах и не мечтали, говорят медики. Условия их работы изменились кардинально. Очень хорошо обслуживание, и медсестры хорошие, и врачи хорошие, и регистратура совсем изменилась, стенды поменялись хорошие стали. Вложенные в развитие медицины средства себя оправдали, отмечает руководитель Минздрава республики. В городе-спутнике начал снижаться уровень смертности, улучшается демография. В этом году уже на 200 детей по сравнению только с прошлым годом в Новочебоксарске родилось больше. И я думаю, что вот те женщины, которые ходили сюда 2, 3, 5, 10 лет тому назад, они сегодня с завистью увидят эти стены и точно придут сюда за вторыми, за третьими детьми. Врачи, полицейские, педагоги, строители, пожарные в день города дали мастер-класс детям. Новочебоксарский прошел традиционный фестиваль «Профессия моей мечты». На фестивале «Профессии» никаких запретов. Посидеть за рулем полицейской машины, примерить костюм пожарного и даже прокатиться на гоночном карте. Это самый первый шаг в большой автоспорт. То есть после этого идет спортивное маневрирование, а затем можно заниматься ралли, с билосом. В общем, это на больших подготовленных каркасных машинах. На фестивале презентовали свои газеты и юные журналисты. Будущим «Аколом пера» удалось взять интервью и у главы республики. А что самое приятное в вашей профессии? Приятное? Да. Приятное, когда я с людьми встречаюсь, и с молодежью, и с ветеранами, когда они высказывают слова благодарности за честное служение своему отечеству и своей любимой чужой. Еще один фестиваль собрал в Новочебоксарске ансамбле из районов республики и других регионов. В единстве культуры народов силы страны отметил глава Чуаши. Все те люди, которые любят свою землю, свою культуру, свой язык, свою письменность, свои традиции, свои обычаи, сегодня передают вот это богатство, это бесценное богатство молодому поколению. На это смотрят дети. Одевают красивые костюмы. Я сейчас вот с детьми пообщался, они говорят, мы любим, говорят, свою культуру. Многонациональный хоровод, песни и танцы, блюда разных народов, украшения праздника, дефиле, старинных костюмов. Борецкий уезд, косоклин и сарафан с рубахой крестьянского окроя, кокошник. Второй костюм у ладовского уезда, косоклин и сарафан, одеты поверх рубахой с партуком. Ну а креативная молодежь собралась на творческом бульваре. Здесь мастерили глиняные горшки и фигурки из бересты, рисовали шаржи и пели песни о любимом городе. Среди спортсменов разыграли награды по кроссфиту. Штангу весом 100 килограммов удалось осилить жителю Новочебоксарска, известному боксеру Алексею Соловьеву. Он поднял снаряд более десяти раз, показав лучший результат турнира. С победой его поздравил и глава региона. Медриковалев и Рассейн Мухаммедов. Республика. Праздничный концерт состоялся на городском стадионе. Жителей Новочебоксарска поздравили глава республики и руководителя муниципалитета. Михаил Игнатьев вручил награды горожанам. Благодарности и часов с национальной символикой удостоились строители, работники заводов и предприниматели. Почетным жителем Новочебоксарска в этом году стал участник Великой Отечественной войны Иван Торин. Он внес огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Несмотря на возраст, ветеран старается регулярно встречаться со школьниками. На сцене подвели и некоторые итоги развития города Спутника. За последние годы, отмечают местные власти, удалось реализовать масштабные инвестиционные проекты, благоустроить дворы и провести капитальный ремонт домов. В Новочебоксарске реализуется программа капитального ремонта дорог. В ближайшее время подрядчики сдадут участок по улице Винокурово. Я думаю, что еще неделю они будут заниматься. И далее, я считаю, вот Дорстрой, ребята, надежный. Технологии у них очень хорошие. В этот раз будут применены полимерные добавки. Я думаю, что вот этот участок у нас по Винокурово будет, ну, нормально. Далее, Ельниковский проезд мы уже сделали. Семеново прошли ямочным ремонтом. Вот, достаточно так хорошо. Еще дополнительно кое-где там поработали пневмонабрызгом. А вот ту крошку, которую мы снимали, вот Дорстрой снимал по Винокурово, мы ее пустили по Восточной. И прошли практически до Вальдеева. Главная еще хорошая такая тема, которую я еще не смог реализовать в 2012 и 2013 году, это мы должны завести канализацию и питьевую воду в Ельниковскую рощу. Почему? Потому что это все-таки даст определенный импульс для развития вот именно той досуговой площади. Потому что без воды это все как-то не очень здорово. Впервые в стране 27 августа состоялась акция «Ночь кино». Едва ли не самое масштабное событие года российского кино. В Чувашии акция прошла одновременно более чем на 120 площадках. Любители кино принимали кинотеатры, музеи, библиотеки, дворцы культуры, кинозала под открытым небом. О прошедшей в Чувашии акции «Ночь кино» в нашем репортаже. Чувашская республика является одним из лидеров национального кино. Отметил свое выступление исполняющий обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Константин Яковлев, поздравив всех любителей кино с началом с широкомасштабной акцией. Я хочу поблагодарить всех организаторов, наших молодых и наших ветеранов, которые действительно долгие годы трудились, скажем, в направлении кино, которые продолжатели были наших известных. Это Кошкинский, это Мордвинов, это, значит, Осипов. Многих-многих я могу сегодня перечислить. Все-таки мы с вами будем возвращать кино народу. Как говорили раньше, земли крестьян, а мы говорили – кино народу. Зрители увидели лучшие отечественные ленты, отобранные фондом кино по итогам зрительского голосования. Кроме основной программы зрителям предложена новинка отечественного кино – премьерный показ анимационного патриотического фильма. Фильм повествует о двух кадетах Суворовского училища, которые отправляются в Шотландию, в Академию окультных наук, спасать своих соотечественников, детей из России. И сейчас показывают. Именно в Чувашской республике его показывают только здесь, в архиве. У нас заключен договор, так что в течение года его смогут понравить все желающие. В архиве электронная и кинодокументация развернулась и единственная в республике выставка кинотехнологического оборудования. Гости увидели кинопроекторы, кинопрокатное и киносъемочное оборудование разных лет. Кинопоказы состоялись во всех районах республики и повсюду собрали полные залы. Это еще раз доказывает, что в Чувашии живут настоящие ценители кинематографа. Именно таких зрителей встретила наша съемочная группа в Абашевском сельском клубе. Возрождение сельско-местанское кино в свое время. Кинофильмы хотелось бы видеть о любви к родине, о дружинниках сельского хозяйства, чтобы показывали, и молодое поколение училось, и чтобы привыкало к другому. Кстати, на пресс-конференции в ТАСС министр культуры России Владимир Мединский назвал Чувашию одним из самых активных участников акции «Ночь кино». Радион Архипов, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова